Добрый день коллеги. Рад вас в пятничный день приветствовать на вебинаре по партнерской программе. Видите, только я отключился, тот уже ушел. Надоело мое лицо смотреть, но тем не менее. Итак, друзья, слышно, видно меня нормально, хорошо? Поставьте свои какие-то плюсики по десятибалльной системе, все ли в порядке? Если да, то с вами приступим непосредственно к работе с информацией по партнерской программе. И хотел бы уточнить, есть ли те, кто ее ни разу не слышал? Если таких нет, может быть мы начнем с того, что вы зададите какой-то вопрос, если у вас есть наболевший какой-нибудь. Мы его рассмотрим, а дальше перейдем непосредственно. Я первый раз. Хорошо, Виталин. Мы и маркетинг разберем сегодня, скажем так, посмотрите ролик, который расскажет о маркетинге, зададите вопросы. Просто что касаемо партнерской программы. Есть и те, кого смущает, что она есть в нашем проекте? Напишите честно. Потому что отношения, скажем так, по получению дохода людьми в различных партнерских программах абсолютно разные. Где-то люди считают, что это преступление, где-то люди считают, что это очень здорово. И отношения у всех разные. Кто-то считает, что это ниже своего достоинства заниматься получением, созданием дохода таким способом. Кто-то, наоборот, себя считает неспособным. Поэтому, если есть какие-то сомнения и ласки, кто присутствует, можете их сейчас смело написать. От себя единственное добавлю, что, в принципе, данная ведительность, он ничем не хуже, не лучше, чем любая работа, которую вы делаете каждый день. Его нельзя назвать, скажем так, самым лучшим. Потому что здесь нужно делать действия, которые большинство людей делают, не хотят и отказываются. Причем эти действия, они очень просты. Они не легкие, но они просты. То, что нужно делать здесь, чтобы зарабатывать деньги по партнерской программе, каждый человек делает ежедневно. Абсолютно не заморачиваясь над тем, что он это делает. То есть, он не задает себе вопросом, можно ли ему поделиться, либо нужно ли ему поделиться чем-то хорошим, что у него в жизни произошло. Он зачастую это делает бесплатно, зачастую это делает в удовольствии. То есть, делясь с людьми, которые его окружают тем новым, что он приобрел, тем новым, что он увидел, тем новым, что он стал использовать в своей жизни, оно ему приносит пользу и так далее. Это может касаться его самого, это может касаться жизни его семьи, это может касаться жизни его детей, внуков и прочее, прочее. Но совершенно спокойно людям расскажем о том, что нам хорошо. И не думаем о том, что будут они применять в своей жизни то же, что делаю, ну, использовать то, что используем, ну и так далее, так далее. Это происходит сплошь и рядом. Каждый из вас может привести не один десяток примеров, когда он пользовался чьей-то рекомендацией, либо люди пользовались его рекомендацией. И в вашей жизни это уже было, я уверен, на сто процентов. Если вы, конечно, не живете на небитаемом острове на протяжении последних нескольких десятков лет, да, и вокруг вас нет живых людей. В принципе, работа с инструментами, которые есть в личном кабинете каждого партнера, да, донесение информации до своему окружения, достаточно простая работа, но нелегкая, потому что нужно делать правильные шаги. Желательно, чтобы до людей, которым вы хотите донести информацию о развитии технологий, о возможности получения дохода сегодня, о возможности получения дохода от инвестиций, которые они могут сделать в разном размере, да. Как говорится, у нас есть пакеты по-разному, по любому карману, точнее, то есть по любому уровню дохода людей. Поэтому лучше. Лучше, чтобы эту информацию до ближайшего вашего окружения, а именно с ними надо работать в первую очередь, доносил кто-то другой. Зачастую мы слышим, что людям что-то нравится, они думают, ага, я умею там что-то делать в интернете, своим родным и близким я это предлагать не буду, но мало ли им типа не понравится, да. Я буду работать с незнакомыми людьми, которым буду там двигать какую-то рекламу в интернете, буду спамить в письмах на электронную почту незнакомым людям, раскидаю все это дело в социальных сетях и буду ждать, когда на меня свалятся деньги. Зачастую этого не происходит, деньги не падают. А если посмотреть на этот, скажем так, вид деятельности разумно, если вы для себя приняли сотрудничество с нашей компанией как что-то хорошее, да, то есть идея самой технологии, которая изменяет жизнь людей в целом, да. Возможность получения дохода в будущем, то есть стать финансово независимым, возможность получения дохода сейчас, то что скажем так может обрадовать огромное количество людей, которые есть вокруг вас. Вокруг вас есть родные, близкие, друзья, знакомые, партнеры по бизнесу, коллеги по работе, которым важно на сегодняшний день, скажем так, зарабатывать какие-то деньги, да, больше, чем у них есть на сегодня. Самая меркантильная важная, самая простая и самая логичная. Людям нужны деньги. Людям деньги нужны для чего, не просто так, чтобы они лежали, а для каких-то собственных целей. для того, чтобы помочь своим родным, близким, возможно, для того чтобы помочь своим детям в разном направлении. Так далее. То есть деньги это просто средство, благодаря которым люди могут решать огромное количество вопросов. Я не говорю, что деньги решают все вопросы. Невозможно все вопросы в жизни решить только при помощи денег. Есть вещи, которые за деньги не покупаются, либо, скажем так, составляющие нашей жизни, которые вы за деньги купить не можете. Вот. Но тем не менее, для того, чтобы, скажем так, что-либо решать в своей жизни, путешествовать, посещать, скажем так, какие-то мероприятия, начиная там от спортзала, заканчивая театрами, да, если вам это нравится. Создавать что-то своими руками, да, там, я не знаю, вы мастер делает что-то, и вам нужны деньги для того, чтобы на материалы и так далее, и так далее. Для этого нужны деньги. Для того, чтобы обучать детей в каких-то секциях, кружках, для того, чтобы обучать детей иностранным языкам и так далее, помимо школы, да, нужны деньги. И вот, слушая людей, которые вас окружают, а их огромное количество, я предположу, что вот так прописаны в книгах и так есть на самом деле, да, что вокруг каждого из вас есть как минимум три сотни людей к 18 годам вашим, да, которых вы знаете в большей-меньшей степени. Родные, близкие, друзья, знакомые, одноклассники, коллеги по вашим кружкам, секциям и так далее, и так далее, если вы молоды, да, если вам уже за 30 или 30, то вы знаете таких как минимум 700 и более человек, вот. Если вы не будете, скажем так, в голове себе ставить какие-то фильтры на то, что умный или глупый человек, которому вы хотите рассказать, достаточно его образования, да, там и так далее, и так далее, а просто будете внимательно, общаясь с человеком, выслушивая, чего бы он хотел в современной своей жизни сейчас решить, вы можете предложить ему способ. Заметьте, что я сказал, вы ему не будете предлагать технологию, да, в которой он может ничего не понимать, потому что этот человек может иметь гуманитарное образование, вы ему не будете предлагать разобраться, скажем так, в возможностях инвестирования, да, там, начиная от недвижимости, заканчивая фондовым рынком, там, форусом, чем-то еще. Вы ему не будете предлагать стать, там, миллионером за неделю, да, что он может, давая информацию, заработать много по партнерской программе, вы просто человеку можете предложить то, что для него важно. откуда это можно узнать у самого человека но не с анкетой к нему подходить если это ваш близкий человек анкету можно использовать потом если вам интересно пожалуйста выходите на улице создайте себе опросник какой-нибудь и просто задавайте людям только откровенно честно с улыбкой с открытой душой то что вы хотите узнать да так вот если вы будете внимательно слушать своих родных близких друзей знакомых тех людей которые вас окружают у вас будет что-нибудь предложить причем как я сказал не форме того что давай деньги технологии ты там станешь богатым и я сейчас научу дам книжку по сопромату ты выучишь почему это перспективно а если вы с человеком поговорили были ты знаешь вот на следующий год может дочь поступать или сына поступать куда-то в университет с деньгами когда не сильно хорошо себя чистым чтобы можно было сделать ваш ответ простой причем на следующий день слушай я вспомнил вчера с тобой говорили да ты сказал что дочке надо будет обучаться и так далее я наверно знаю как тебе помочь если вы так скажете то он спросит слушай а как и вы тут говорите ты знаешь вот недавно узнал информацию да если вы только недавно действительно делаете у нас в Казани вот светлана пришла да завтра в 6 я иду будет интересное мероприятие где будет рассказывать как можно решить целый ряд проблем я думаю твоя проблема легко там решится пойдем вместе либо ты знаешь я вот завтра собираюсь выйти в интернет сейчас никогда тебе объяснить не могу что это такое да давай завтра 10 6 вечера это пришли ссылку сам буду на мероприятие мы с тобой послушаем информацию в которой я сейчас разбираюсь и после этого мы обсудим скажем так и зададим сами вопросы нам ответят что это и как и больше вам не надо делать ничего вы приглашаете человека либо на живую презентацию в городе либо на презентацию на встречу своему наставнику в кафе это может быть либо в офис просто назначаете место встречи сказать завтра надо сходить тогда я тебе завтра позвоню точнее по времени во сколько мы с тобой пойдем в одно место да там где нам расскажут эту информацию не надо брать не надо пытаться это делать специально заистывающим голосом которым скажем так написано миллион книг да как человеку продать то чего ему не надо есть куча книжек по продажам да какие вам нужно быть там как себя нужно настроить как крикнуть хук утром глядя в зеркало вот и пойти людям скажем людей одаривать тем что им не нужно здесь этого делать не надо как говорит рэнди гейдж в принципе млм бизнес мы говорим о нем потому что у нас многоурованный маркетинг он подразумевает что вы разобрались в том что вы предлагаете и вы это делаете открыто и честно вы не завлекаете людей куда-то да где они потом будут получать какие-то зуботычины и будут недовольны что вы их привлекли я тоже сторонник того что если люди потом получив информацию разбираются чтобы они принимали решение трезвых а не так как иногда происходит к сожалению нашей компании в том числе и звонят для слушать дела супер объяснить сейчас ничего не могу да вам не свой скажем так электрон надвись там что-то еще человек дает он регистрирует своими деньгами даже его проплачивает покупают пакет и говорит слушай тут супер бизнес отчего я не хочу такого бизнеса вот не делайте тогда просто-напросто слушайте людей вокруг вас будьте людьми будьте хорошим слушателем может быть даже нехорошим рифмоплетом и рассказчиком да просто желайте людям добра которым вы хотите рассказать о том что у нас есть и у вас будет получаться бизнес по партнерской программе как бы вступление может быть немножко длительное да но тем не менее это важно если вы будете к этому относиться как у вас будет получаться если вы будете скажем так подходить к мыслю построения партнерской программы как вам обкузмить всех кто вас не знает да потому что те кто знает вроде бы неудобно им потом будет смотреть глаза лучше не пробуйте этого делать вот и все останьтесь инвестором если вы видели перспективу вам потом скажем так на эти деньги будут начисляться дивиденды и так далее не надо подходить скажем к этому бизнесу с точки зрения что мы сейчас всех объедем на хромой козе да и через полгода будем там большим количеством денег а остальные да остальные не важно с такого отношения быть не должны итак друзья у нас есть человек который не видел нашего маркетинг плана не знаком с ним поэтому я предлагаю сделать следующее сейчас включу ролик который в принципе большинство видео да но он не так давно сделан потому что первый предыдущий ролик по маркетингу был смонтирован тоже был хорошей информационно здесь уже с изменениями которые у нас произошли на восьмом этапе развития я вам сейчас включу его на 7 минут после этого я появлюсь и вот те люди виталий который написал что он первый раз да если у вас есть какие то вопросы кто уже эту информацию слышал мы с вами поговорим так и продумайте вопросы которые могут быть касаемо тематики что ну если что-то не получается да какие сложности у вас есть при работе в партнерской программе а я на них отвечу это уже написала я это пытаюсь ответить после того как вы посмотрите ролик до новых встреч как говорится через 7 минут да с хорошим настроением партнерская программа компании skyway капитал представлена согласно 8 этапу развития квалификации партнерской программы клиент партнер консультант лидер мастер эксперт топ эксперт клиент любой человек который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете является клиентом клиент может изучать информацию которая расположена в личном кабинете задавать вопросы технической поддержки партнер после подписания партнерского соглашения клиент получает статус партнер партнер может рассчитывать на следующие вознаграждения от суммы инвестиций в своей команде с четырех уровней с 1 15 процентов со 2 4 процента с 3 2 процента с 4 1 процент средства зачисляются на бонусный счет их можно обналичить консультант условия выполнения квалификации объем личных инвестиций не менее 100 долларов в первом поколении есть минимум два человека с объемом личных инвестиций не менее 100 долларов объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 300 долларов консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 5 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 5%, с 3-го 3%, с 4-го 2%, с 5-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 200 долларов. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 2000 долларов. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 6 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 3%, с 5-го 2%, с 6-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 1000 долларов. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 5000 долларов. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 9 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9% полпроцента. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 5000 долларов. В структуре есть три мастера, два из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее с учетом личных инвестиций 10 тысяч долларов. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 20 уровня. С 1-го 16%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9% 0,5%, с 10-го по 20% 0,2%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. В структуре есть три эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 30 тысяч долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С первого 17%. Со второго 7%. С третьего 5%. С четвертого 4%. С пятого 3%. С шестого 1%. С седьмого по девятый полпроцента. С десятого по двадцатый две десятых процента. С двадцать первого по двадцать четвертый одну десятую процента. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. Закупленные с шестого по девятый пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с десятого пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости девятнадцати пакетов. Закупленные с одиннадцатого по девятнадцатый пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с двадцатого пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости девятнадцати пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода 30 долларов и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода 15 долларов. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат. До 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса лидер в качестве поощрения. Итак, друзья, работа теперь в офисе. То есть, ролик, я думаю, достаточно простой. Есть ли те, кто, скажем так, после информации, полученной из ролика, чего-то недопоняли? Есть какие-то сложности с пониманием механизма распределения, скажем так, партнерского вознаграждения и так далее? Одно только добавлю, да? То, что помимо того, что сказано в ролике, что преимущество перечислено, какие проценты мы начисляем, вот. В конце мы обычно рассказываем о том, что у нас не нужно ничего продавать, да? То есть, вас никто не обязывает ежемесячно выполнять какие-то жесткие товарообороты, касаемые личных каких-то закупок, либо закупок вашей там структуры, либо первого поколения и так далее. Все, что вы делаете, за все вам начисляются денежные средства. Если вы ничего не делаете, соответственно, самое справедливое распределение вам ничего не начисляют. По большому счету, как говорю, Родор Киасаки, я не знаю, читали ли вы его книжки, у него есть шестая книга под названием «Бизнес-школа» или «8 ценностей сетевого бизнеса, не связанных с деньгами» или книга для тех, кому нравится помогать другим. Вот такое длинное название, как «У ирония судьбы» или «Следским паром». И в этой книжке он говорит следующее, что в бизнесе под названием МЛО «Принцип распределения денежных средств» он очень напоминает социализм. Вот те из вас, кто знает такое название и помнит его, да? То есть, от каждого по способностям, каждому по труду. Просто сделали все ваше, лишнего нет, но и не отберут то, что вы заработали. Вот это важно понимать. Есть еще два важных момента, на которые стоит обратить внимание. Первый из них сейчас – то, что каждый наш партнер, кто зарегистрирован давно, либо регистрирует сейчас, должен пройти верификацию. И касаемо маркетинг-плана это сделать нужно обязательно, потому что, смотрите, если по вашей рекомендации сейчас будут приходить люди регистрировать и покупать пакет, но не будут верифицировать, вам начисления не будут до тех пор, пока они не верифицируют свой аккаунт. Вот. Все проплаты, которые будут приходить в вашей структуре и все они будут верифицированы, вам мгновенно будет начисляться вознаграждение. Маркетинг-план компании Skyway Capital можно отнести к маркетинг-плану мгновенных оплат. Таких на мировом пространстве MLM бизнеса, там, партнерских программ, единицы. Большинство компаний, которые используют данную схему распределения вознаграждения, как правило, начисляют денежные вознаграждения раз в месяц. Подсчитывается товарооборот за месяц и где-то там первого, третьего, пятого в разных компаниях по-разному вам начисляются денежные средства за предыдущие месяцы. Есть компании, в которых деньги начисляются раз в неделю. В большинстве случаев это бинарная компания, либо там компания, у которых есть матрицный маркетинг-план и так далее. Вот. И есть компании, где начисление также осуществляется мгновенно. Произошел товарооборот под вами, раз и, пожалуйста, может выйти снимать деньги. Есть компании, которые даже используют, скажем так, карточку, привязанную к вашему личному кабинету. Деньги в кабинет упали. Пошел банкомат, где не знаю. Вот. У нас тоже это мгновенные выплаты. Если условие одно, все, кто делают товарооборот, создают, они юрифицированы. И второе важное условие, то, что если вы выполняете, скажем так, условия следующей ступеньки по нашей карьере, а вы видели у нас их 6, клиент, он как бы, ну, предквалификационный уровень. Человек, который зарегистрировался, будет он покупать, не будет, станет он инвестором или нет, мы не знаем. Он просто клиент. Но человек, который даже еще не купил ничего, да, но подписал партнерское соглашение, он уже получает первую квалификацию по маркетингу, у него есть возможность получать проценты начисления на бонусный счет, даже если еще не купил. Вот. С четырех уровней глубины. Но есть одно но. Если вы стали партнером, еще сами ничего не купили, вам идут денежные начисления на бонусный счет, вы верифицировали, все хорошо. Вы деньги не выведите хотя бы, точнее, до тех пор, пока не купите хотя бы минимальный потенц. У вас может быть на бонусном счете тысячу долларов, да, соответственно. Вы с этого бонусного счета можете купить пакет за 15, за 30, за 60, за 130 сами, которые вы берете по вашему усмотрению, а оставшиеся деньги после этого вы сможете вывести. Так вот, квалификация последующая вам присваивается фактически тоже мгновенно. Если вы были партнером и выполнили, скажем так, квалификацию консультанта, то через короткий промежуток времени после этого вы это сделали, да, товарооборот в первом поколении и ваш соответствует квалификация консультант, вы становитесь консультантом. И все последующие начисления уже идут, скажем так, в увеличенном проценте, как вы видели в ролике. Если выполнить квалификацию лидер, да, быстро, например, сами взяли на 200, по 200 взяли ваши люди, вы сразу же с партнера прыгаете на консультант, на лидера, вот, и у вас уже начисления, все остальные будут идти на 6 уровня лидера, как это положено у лидера, да, и те проценты, которые есть, 15, 7 и так далее. Вот таким вот образом, то есть это преимущество нашей партнерской программы. Теперь как убедить близких, что компания действительно в будущем будет отчислять каждому акционеру дивиденды по количеству приобретенных акций. Вы знаете, убедитесь, вот вопрос, как убедить, никак, потому что, опять же, цель, да, какой, вот, какова цель человека, который задает вам этот вопрос. Если цель этого человека просто, чтобы ничего не сделать, вот, как бы он нашел аргумент, почему он этого делать не будет, вы его никак не убедите, понимаете, вот. Если он у вас задал этот вопрос, да, и говорит, что, хорошо, я, как бы, вроде информация интересная, как бы мне понять, действительно ли будет начисление, дайте этому человеку, он же шоуасумный, он задал умный вопрос, ознакомиться с инвестиционным меморандумом, в котором говорится, что 20 процентов от прибыли компании будут распределяться в виде дивидендов на тех людей, которые успели приобрести доли компании до момента, когда, скажем так, мы собрали все средства к технологии, то есть, пока это еще можно сделать. Цель сейчас привлечения инвестиций, вы все, наверное, знаете, да, это строительство, это технопарк и демонстрация трех видов транспорта и сертификации. На это нужна сумма, порядка 300 миллионов долларов. Вот, когда она придет, в принципе, на эту цель денег нам будет уже не надо, да, и будет ли возможность у людей потом принимать участие в нашем проекте, касаемо вот по проекту MLM, да, будет, но отдельно уже в отдельно взято адресных проектах. Поэтому, хочешь убедиться, что это будет делаться, прочти инвестиционный меморандум, где четко расписана организационно-штатная структура нашего холдинга, включая компании WinniSky, GTI, EuroAzen и SkyWay Holding, да, компания SkyWay Capital в том числе, компания струнные технологии и так далее. Там есть схема, и там четко прописано, что 20 процентов от прибыли будет начисляться в виде дивидендов на тех инвесторов частных физических лиц, как мы с вами, кто приобрел эти доли компании. Соответственно, тот человек, у которого у этих долей будет миллион, да, на каждую долю будет просчитано, какая сумма будет идти. Там будет ноль, там ноль, 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 чего-то еще. Вот этот ноль, ноль, чего-то еще будет умножаться на количество долей, которые у вас есть, и из этого рождается сумма вашей дивиденды. Вот и все. Убедить и доказать, что это будет, ну, как вы это можете сделать? Дело в том, что иногда люди задают вопрос, как убеждать людей и так далее. Даже если вы гипнотизер, да, и вы можете гипнотизировать людей, и за вами будут идти люди и так далее, в принципе, ваш бизнес все равно обречен на провал, потому что люди, идущие следом за вами, не обладают способностями гипнотизера. У вас бизнес может состояться, если вы всех, кого зарегистрируете под собой, научите гипнотизировать людей. Да? Ну, что, в принципе, невозможно, по большому счету. Чем хороший MLM бизнес? Да? Тем, что простые действия может повторить любой человек. И, как говорит Рэнди Гейдж, я думаю, многие из вас его читали, если вы, скажем так, умерли отношение к MLM бизнесу, да, и сталкивались этой информацией, что должна быть простая система действий. Если она есть у компании, если она есть у вашего наставника, который вас пригласил, и вы будете делать эти шаги, у вас все получится. Вот и все. Если ваша система действий предполагает, что вам нужно сначала изучить сопромат, физику и понять до всех тонкостей, что означает технология или низкая. Второе, вам нужно разобраться во всех тонкостях инвестирования, знать способы, какие есть, какие не надо делать и так далее. Да? Эта система обречена на провал. У вас куча времени уйдет на изучение. Чем и хороший MLM бизнес, то, что, скажем так, с минимальным объемом знаний, да, можно себе привить простые навыки, которые вам позволят формировать структуру, зарабатывать деньги и в процессе разбираться все глубже и глубже, и технологии, и во всем остальном, если у вас на это есть сильное желание. Вот и все. По поводу, как объяснить грамотно детали, мой вам ответ простой. Если вас пригласил кто-то, да, кто об этой технологии уже знает больше, чем вы. Если вы пришли через интернет, да, то я вам рекомендую вот на подобные мероприятия, есть мероприятия по технологии, которые проводят у нас специалисты, да, вещающие по четыре часа, например, по средам, да, есть Владимир Маслов, который по четвергам ведет и о технологии, и о юридических аспектах, есть и Нета Анжена, которая по понедельнику рассказывает о том, как можно, скажем так, зарабатывать вместе с компанией и технологии в том числе. Приглашайте на эти мероприятия. Второй вариант, вот если напишет Виталий мне свой город, в котором он проживает, да, я вам буду просто благодарен. Может быть, я вам смогу помочь более конкретно. То есть, Винница, ну, с Винницей, может быть, не совсем, конечно, я смогу помочь, но тем не менее, смотрите, если вы общаетесь с людьми, да, и они проживают в других, например, городах и странах, вот этих людей можно пригласить на живую презентацию, которая проходит в этих городах и странах. Вы можете найти в расписании дату-время начала мероприятия, пообщавшись с ними, сказать, сходи туда, потом мы с тобой поговорим. Ну, маленькая прививка, что да, ты получишь там информацию, ты получишь ответы на вопросы, просьба убедительная. Приди и со мной реши вопрос, что мы с этим дальше будем делать. В Украине работают структуры партнерские. Вот, мало того, у нас в Виннице есть, если не ошибаюсь, Александр Костенчук, тот, который является активным нашим партнером давно, по-моему, он из Винниц. Вот, соответственно, возможно, этот человек, скажем так, активно осуществляет какую-то деятельность, может даже проводить презентацию. Вам нужно зайти на сайт компании Skyway Capital в раздел «О компании», «Глобальный лидер», «Региональный лидер» и найти, возможно, там есть сейчас Александр Костенчук. Два года назад он заявлялся на то, чтобы быть региональным лидером той самой Винницы, как раз которого не писал. Вы можете сами стать лидером, если у вас начнет получаться, складываться структура. Да, у нас есть возможность дополнительного еще дохода. Об этом рассказывают, как правило, по вторникам Вадим из Петра, только для тех, кого отобрали для ведения бизнеса в регионе. Да, то есть те люди, которые готовы на себя взять дополнительную ответственность, проводить целый ряд мероприятий и так далее. То есть вы можете таким стать лидером. Как стать в Виннице, пожелаете? Винницкий химпром, мясокомбинат, который рядом, река Южный Бук. Несколько раз бывал в вашем городе. Узкие рельсы трамвая. Ну, слава Богу. То есть нормально, значит, все хорошо. Вот такие дела. Такие еще есть вопросы коллеги, потому что, в принципе, действительно, касаемо своего самого маркетинг-плана, он настолько прост, что долго по нему ездить-то особо и не надо. Мне приходилось в своей жизни, скажем так, сотрудничать долгое время с MLM-компаниями, да, там их немного было совсем. И маркетинг-планы тех компаний требовали, скажем так, подробного разъяснения там и так далее, и так далее. Потому что там были дополнительные начисления, там еще что-то нужно было дополнительно делать, чтобы кто-то получить, и так далее. У нас такого нет. У нас есть четкая привязка процентов к уровню, с которых идет выплата. Если вы до квалификации положенной дошли, соответственно, вы просто понимаете, что до какой-то глубины вы получаете вот такие-то проценты с товарооборота. Мало того, у нас в личном кабинете, когда идут начисления на бонусный счет демоляционный, там пишется за что. Вы легко можете найти информацию. Вы можете найти легко человека в структуре, за которую вам было сделано вынаграждение. Вот он только зарегистрировался, купил что-то, зашли в раздел статистик на личном кабинете, нажали, посмотрели первое поколение, нажали, посмотрели второе, третье и так далее. То есть все просто и наглядно. Есть ли какие-то вопросы еще? На следующей неделе, в принципе, у нас будет тот же график проведения онлайн мероприятий. То есть найти это можно будет в расписании. Рассылки сейчас готовятся по электронным адресам компании SkyWayTip. Живые презентации смотрите внимательно. То есть на этой неделе было порядка 40 с лишним в целом ряде городов и стран. На следующей неделе тоже будет большое количество, близко к четырем десяткам, потому что сейчас готовится рассылка и по этим мероприятиям. Информацию о том, что проводится, где, в каком формате, кто ответственный и телефон, по крайней мере. Да, завтра в Петербурге будет большое мероприятие, которое подводит итоги развития бизнеса по партнерской программе, наверное, в первую очередь. Ну и развитие технологий в том числе. Более 200 человек в отеле Холидей Ин. Я думаю, сейчас информацию тоже люди получат, касаемо что, где, во сколько там будет происходить. Да, если вы собираетесь туда ехать, значит вам эта информация будет полезна. Она скоро появится у вас на электронном почтовом адресе. Я могу по Москве сказать, например, у нас будет мероприятие 21 числа, в среду. Вот. Незадолго до Нового года, да. Где мы, наверное, тоже подведем такие-то итоги. У нас в Москве проходит все весело, шустро. Мы еще разыгрываем лотерею, где люди получают дополнительные тысячи акций в подарок, если их выпадает номер билета, который они получили, приходят. Виталий, вы говорите про видеоповтор чего? Данного вебинара? Если данного вебинара, то да. Он сначала, скажем так, я нажму кнопку «Отключить запись», потом его сконвертирует и выложит туда. Что касаемо мероприятия в Питере, вот не могу вам ничего сказать, у него есть отдельные, скажем так, организаторы. Будет ли он записываться? Ну, я думаю, будет. Я думаю, что будут делать записи на свои планшеты, либо там iPad, те люди, которые туда придут и выложат, скажем так, партнерские свои чаты в Skype, да. Ну, наверняка будет вести централизованная запись. Что сделать с этим видео, сейчас сказать не могу. Либо это будет короткий дайвинг, что там произошло. А может быть, даже разобьют по тематическим выступлениям лидеров, которые будут на данном мероприятии. К сожалению, не обладаю информацией, что планируется и как это будет сделано. Само мероприятие будет ярким, интересным, веселым. Если вы смотрели, там будет и фуршет, и будет обучение на второй день. Я знаю, что будет в обучении на второй день принимать участие Виктор Тарасов, который здесь проводил у нас в Москве третьего числа. Интересная лекция в формате там час-час двадцать, где он рассказал о своем опыте инвестирования кратко, да, то есть во что можно инвестировать денежные средства, включая там официальные, да, компании, которые занимаются инвестированием в облигации, там, в акции какие-то и так далее. И туда не нужно вкладывать деньги. И в свое мнение он сказал, почему он стал активно, скажем так, принимать участие и ратовать за внедрение технологий Skyway. Такое вот тоже будет. По поводу наследства. Вы сможете передать свои пакеты долей компании и по наследству, и куда бы то ни было, после того, как у нас осуществится выход технологий на транспортный рынок, и мы начнем котироваться на мировой бирже. Конечно, возможно. Мы не отличаемся от любой другой компании. Вы чем-то владеете, наступил страховой там какой-то случай, либо наследственный, да, либо вы раньше решили это сделать. Пишите, оформляйте Дарфина нотариуса, присылайте документы, которые необходимо будет прислать в наш юридический отдел, они все это рассмотрят, и собственником в реестре вместо вас будет писан тот, кому вы это передали. Но только с момента, когда это можно будет делать. За исключением, я предполагаю, смерти человека, который владел данным пакетом долей компании, возможно, это можно будет делать раньше, то есть до выхода. То есть вы будете писаны в реестр, ну, знаете, там полгода надо подождать, все претендующие и так далее, и так далее. То есть предоставить нам документы необходимые, это тоже переписывать. Я надеюсь, сначала вы будете жить очень долго, счастливо и в богатке. Поэтому можете просто подарить свою часть тогда, когда захотите. Но только тогда, когда мы выйдем на мировой рынок. Вторичного рынка акций пока нет. Есть ли еще какие-то вопросы, коллеги? Если вопросов нет, предлагаю вам сегодня, скажем так, в радости и с удовольствием провести остаток пятницы. Кому-то может быть, скажем так, активно провести, заработать денег по партнерской программе. Очень здорово провести субботу и воскресенье. У нас в Москве зима, снег, хороший мороз градусов 6. Если у вас есть возможность выйти из своего дома, подышать свежим воздухом, будь то на санках, лыжах, либо на чем-нибудь еще, да, не сидеть перед телевизором, не заморачиваться над тем, что бы вам там пришлось делать и так далее, дышите воздухом, получайте удовольствие, потому что и в зиме есть свои приросты. До новых встреч на следующей неделе. Всем здоровья, люди и денег. Спасибо.